Сергей приезжал подписчик мой До встречи, рад познакомиться был Вечером подъехал Сергей Постояли, кофе попили, поговорили Вот тут всяких штучек интересных привез Для машины целый ящик Прокладок, перчатки Все, что привез, остальное я показывать не буду Давай, удачи! Задумали, когда в следующий раз будет получаться Живет недалеко Уже хорошую тему кое-куда съездить Пока рассказывать не буду Но задумка интересная Так что Когда в следующий раз, если получится здесь попасть Ну получится попасть, надо бы только подгадать Чтобы был день, как говорится, выходной И тогда мы здесь Одну интересную штуку замутим Вот Ну вот сейчас Чего прячем этот Ящик Все, что остальное я показывать не буду И что Что у нас по времени-то уже Времени у нас полдевятого Полдевятого нам Четыре утра выезжать Пойдем ложиться спать Сейчас беру перчатки Секундочку Надо ложиться отдыхать Завтра начинаем работать Всем доброе утро понедельника Время полчетвертого утра Вот собрался ехать Готов Уже все Сложился Чай попил Кофе вернее Почти Знаете Что они здесь дают Включаю зажигание И опа Видим Сурприз Меня тахо ставит Поставило на 45 часов Время на еженедельный отдых И не дает ехать То есть если я сейчас поеду Все, у меня уже пойдет нарушение По тахографу И вот не знаю, что делать Выгрузка-то у нас как бы не критична У нас выгрузка до 20-го числа То есть 19-го Сегодня 17-е августа 19-го если мы будем выгружаться Не проблема Проблема в том, что у нас загрузка 19-го 17-19 И это получается, что мы Не попадаем Не знаю, что делать Ну то, что Не поеду Однозначно Сейчас по Москве Без 25 Шефу звонить Смысла нету Я думаю Часа через 3 Все равно Сам проснется Вот уже Ну Выезжать Короче Хреново И в Минске 45 не получилось Там буквально Не достоял Наверное в Минске Часов 6 До 45 часов И в Клайпиде 45 не получилось Пока паром ждали Вот сейчас И в субботу Тоже ни хрена не получилось Ну сейчас Старим Сейчас получается И отстоял Господи Вот 28 часов Вот она еще Мне предлагает Постоять 17 Еще 17 часов Сейчас Грубо Пол четвертого утра 12 часов Это будет Пол четвертого вечера Еще 5 Это будет Пол девятого вечера Это если выезжать Уже никакого смысла нету Выезжать в пол девятого вечера Не знаю Что-то будем думать Выгрузка Это бог с ним Вот загрузка Короче Вот такая засада Беда Всем вечер добрый Мы все там же Смотрим сюда 45 часов Получилась пауза Сейчас ждем О 45,1 Отлично Окей Печать Точки Страна Начала Германия Ставим на молоточки 5 минут Молоточков И погнали Пошел процесс Пошла жара Так Ну а теперь Можно рассказать Что тут у нас Все таки Случилось Используйте Короче Ну Мой косяк Признаюсь честно Я почему-то Как я посчитал Неправильно Но я думал Что Вот на эту Еще неделю Она еще Вот эту неделю Мне даст работать Вот я настаю Суточный И мне даст Еще Неделю работы А вот Как вы Сегодня Сами Все Имели Честь Наблюдать Утром Ночью Я выезжать Она мне пишет Ехать нельзя 45 часов Пауза Нужно быть Ну естественно Я не поехал Там через 3 часа Уже Шеф Проснулся И Проложение Ваш Чего Все Меня сюда Не заводите Во Францию Шеф Проснулся И Короче Мы Обсудили Вопрос С выгрузкой У нас Никаких проблем У нас Выгрузка До 20 Получается Все Нужно было Смещать Сместить На сутки Выгрузка До 20 Среда Это 19 Сегодня 17 Августа Среда 19 Но Загрузка С 17 То есть Сегодняшнюю По 19 Три дня До 20 Часов Здесь Через 500 Метров Не Подумайте Разворот Вот Мы Предложили Им Перенести Либо Найти Другую Машину Объяснили Им Ситуацию Что Мы Не Успеваем Они Нашли Другую Машину Кстати Видите Он Подсвечивается Оказывается Этот мостик Сейчас Мы С вами Во Францию Заедем Да Позавчера Пешком Ходили Не Позавчера Вчера Так Дозвол У меня Французский Заполнил Еще Ночью Заполнил Готов Через 550 Метров Держаться Правее Жен 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 Вот Ну Там Понимаете Чем Дело Как Того Даже Нету Мне Как Ехать Вот Я Прошл Раз Поехал Направо Я Смотрю Сейчас Вот Народ Прямо Поехал Грузовики Прямо Пошли Вот Блин Чуть Не Подлез Еще Чуть Чуть Я Пово Чирканул Эй Месье Или Там Не Месье Месье Но Явно Не Француз А Я Прошлый Раз Туда Он Под Знак 6 Тон Полез Надо Было Прямо Ехать Я Я Под Знак 6 Тон Полез Это Направо Ведет Которая Автобус Стоит Лень же Перестроиться Нет На Этот На Грузовик Вот Так Там Загрузка Она Не Очень То есть Большое Сожаление О том Что мы Потеряли Нет Там Грузиться На Коломну С Растаможкой В Стабне Там Нужно Было Грузить 40 футовый Контейнер С Оборудованием Под Тент Я Возил Один Раз Своей Жизни Контейнер Под Тент Представьте Вам На Весь Прицеп Поставят Контейнер Его Нужно Увязать Весь Вот Ну Даже Дело Не В том Что Там Увязать Или Еще Что Небудь Это Ерунда Вся Фишка В том Что Вот Это Оборудование Которое Там Переводится Я С Прошлым Контейнером Мы Тогда Через Брест Назад Выходили Постоянно Через Брест Ходили Туда И Обратно Еще Давно Это Было Навыксу Оборудование С Германии Везли Это 5 дней С Нем Прожил Там Вообще Интересная Была История На Использую Четвертый Съезд Так Вот А35 А34 Кальмар Налево Я Другой Дорогой Поехал Использую Четвертый Съезд Я Сюда Тогда Добнее Ты Дорога Я Правей Как-то Там Через Город Полз Используйте Четвертый Съезд Поедем Посмотрим Вот Так вот Там Контейнер А мы Грузились Там Потом Разгрузилась Машин Здесь Кстати И здесь Тоже Блочная Растаможка И там Была Блочная Но там Были Все Наши А здесь Блок Две Машины То есть В стабне На таможне Нужно Быть Двум Машинам Одновременно Ну Соответственно Это Оборудование Нужно Растаможить Вдвоем То есть В одиночке И мы Не раздамаживать Вот И вот Потому Рассказываем Это Дай мы Первые Там С Васей Грузились Товарищем И Они Нам Немцы Ставят Эти Контейнера А эти Контейнера Они Сзади Где Двери Были Заварены Швом Сантиметров 20 Хороший Шов Положили Ну Якобы Чтоб Не лазить Все Нам Как бы Описание Там Типа Что Там В этом Контейнере Там Туда Сюда Окей Мы Поехали Еще Предлагали Тогда Фирме А тогда Можно Зала 5 евро Поляк Удаешь Козлович В короче И Поляк Тебе Плом Увешает Вписывает Ее В ЦМР И Туда Белан Ситарники Досмотров Не делают Ничего То есть Все Очень Чинарек Вот Ну Наши Естественно Решили Сэкономить 5 евро Приезжаем К этим К Беларусам С этими Контейнерами Нас На досмотр Двоих Подрам Пустая Открывай Ну а Я клапан Сзади Поднимаю Стоит Контейнер Пожалуйста Что Что Увезете Я говорю Контейнер Что В контейнере Я говорю Я не знаю У вас документы Все на руках Он написан Какой-то Открывай Как я его Открою Он Заваренный Как хотите Ну Пошли Эти Терки Туда Сюда Наши Сначала Не открывай Беларусы Потом За отказ Выполнить Законные Требования Сотрудника Таможни Выписали На меня Штраф Я не помню Сколько Базовых Правда Фирма Потом Вернула Слава Богу Ребятки Давайте Я у вас Наверное Аккуратненько Там Летели На встречу Фирма Оплатила Вот Ну В конце Концов Когда уже После того Как выписали Штраф Говорит Если сейчас Говорит Не откроется Следующая Говорит Это уже Не административная А уголовная Его Моем Короче Наши Дают команду Открывай Как его Открыть 20 сантиметров Шов И такой Шов Видно Заваривали На совесть Немцы Короче Мы там Ничего Нету Молоток Был Так У кого-то Нашли Зубило Там То Все В общем Цирк Был Еще Тот Рубили Мы Эти Швы Жара Жара Лето Июль Как раз Был Там День Независимости Там Еще Выходные День Независимости Никто Не работает 4 по-моему Дня Я там Простоял Ну Еще Весь Прикол В чем Когда Мы Этот Шов Срубили Контейнер Можно Открыть В Андрам Открываю Контейнер И прямо Сзади Стоит Холодильник А везли Мы В Иксу На Металлургический Комбинат Там Немцы Что-то Цех Какой-то Собирались Строить И что И по документам Ну Оборудование А тут Холодильник Там Еще Какая Точная Подробности Всех Не помню Но Очень Много Того Что Как бы Не соответствует Тому Что Оборудование Для строительства Или Что там А Получается Как Ну Немцы Немцы Едут Строить Они Все Свою Берут Совой Как Это Все Потом Мы Расхлебались Там Присылали Еще Дополнительно Какие-то Упаковочные У нас Отпустили По Итогу В конце Концов Нас Все-таки Отпустили Но Геморроя Мы Там Схватили Это Да Я вам Говорю Что Очень Во-первых То Что Просто Я Столько Времени Эту Раз И Второе Что Вот Тогда Выписали На меня Этот Протокол Об Административном Правонарушении Об Отказе Вещу Потом В этот Сам Вызывали В Минске Я В это Хотел Очиснение Давал Что Случилось Так И Так Вот Поэтому Большого Расстройства От Того Что Мы Эту Загрузку Потеряли Нет Если Честно Наши Шеф Вот Мы Сегодня Общались Говорит Шеф Наверное Так Оно И Надо Было Я Говорит Тоже Изначально Не Хотелось Вот Не Лежала Говорит У Меня Душа К ней К этой Загрузке Все Все Что Наказания Финансово И Морального Не Понес Может Кто И Хотел Чтобы Я Понес Новый Сегодня Пока За день Ничего Не Нашлось Уже Сказал Есть Запасной Вариант На Понедельник Может Быть Еще Что Пока Наша Задача Какая В Среду Утром Быть На Таможне В Барселоне И Потом На Выгрузке На Выгрузке Сегодня Надо Разгрузиться Еще Ой Не Сегодня В Среду Сегодня Говорю Ну И В Среду Разгрузиться Соответственно На Сегодня У Нас Запланировано Вот На Данный Момент Показывать 618 Еще Километров Сейчас Время Без Пяти Девять Ну То Сегодня Придется Опять Ночку Поработать Ничего Страшного Отлежался Выспался Ото Спался На 40 Почему-то 40 С грузовиком Не знаю Почему Ну а Он Курсовым 40 Поэтому Сегодня Работаем Там Стоим Все Будет Добре Не Наша Это Поговорка Все Что Не Делается Все К Лучшему Я Думаю Почему Тут Чую Тут Пятой Точкой Что Ну Не Наш Это Был Груз Особенно Эти Блоки Я Как Их Вспомню Это Совместные Растаможки Это Есть В В Вроде Все Рассказал Нифига Сороковник Так И Остается Для Грузовиков Видите В Чем Прикол Зачем Будет Ехать 40 50 Легковым 40 Грузовым 40 Значит 40 Погнали Сейчас Темнеет Особо Показывать Будет Нечего Ну В принципе Что тут Смотреть Совсем Недавно Мы Этим Жи Маршрут Объехали Только Тогда Я Там Под Знак 6 Тон Занырнул Хорошо Что Меня Жандармы Никаких Не Выцепили Сейчас Мы Едем Уже Через Пром Зону Но Скоро Выйдем На Автобан Вот Сейчас Опять 35 Автобан В сторону Мюльхоузе Туда И Потом На Леон За Леон По Семерке В сторону Марселя Вот Где-то Сегодня Нам Надо За Леон Зайти Туда До Леона Энерки 4 Отсюда С Копейками Вот Нам За Леон Зайти Все Страсбург Кончился И Все Грузовикам 40 Да Что Что Будешь Делать Почему Вот А завтра Потому что до места Мне отсюда 1122 километра До Барселоны Если Мы Сегодня 616 Пройдем Нам Останется На Завтра 500 Примерно Плюс Минус Добежать До Барселоны Переночевать В среду Утром Растаможиться На Выгрузку А там Уже Может И Загрузка Загрузка Будет Будет Нифига Не Веду Зачем Здесь Сороковник Она Сама На Педаль Нажимает Не Могу Я 40 Ехать Странно Ну а так Вообще Да На Будущий Видите Как В чем Прикол Все Из-за Этого Каменного Лога Я В Минске Получается Не Достоял Когда Был Дома 6 Половиной Часов До 45 Часовой Паузы Все Боялись Что Камен Лог Там Задержит На Двое Суток Там Еще Никого Не Оказалось Так Конечно Я Выехал В 9 С утра Выехал Бы В 3 Часа Дня В Пол Четвертого И Все И С 45 Все Было Нормально Почему То Мне Как Я Считал Не Знаю Почему То Мне Казалось Что У Нас На Эту Неделю Еще Можно В Конце Этой Недели Да Я Думал Был Уверен Что На 45 Часов Она Меня Поставит Но Не Сейчас А Видите Как Получилось Повторюсь Все Что Не Делается Все Делается К Лучшему Делается 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 Используй Первый Первый Кальмар А35 А4 Вот А вот Мы Сейчас Прямо На Автобан Уже Выходим В Через 850 Метрах Держаться В Сторону Кальмара Мельхоза И Все Покатили По Автобанам По Накатанной Уже По Проторенной Дорожке Да Вот Сейчас Проверей Еврей 70 Левее Это На Карлс Рой На Пазель На Другой Переход Тут Можно Еще Вход Во Францию Можно Еще С одной Страной Зайти Чтобы Через Сам Страсбург Не Ехать Сергей Который Подъезжал Ко мне Рассказал Что Вот Именно Вот 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 Здесь Заходить Во Францию Ты Получается Страсбург Минуешь Вот Она Прямо Граница Вот Прямо Перед нами Все Погнали Трудиться Хорош Уже Балду гонять И лынды бить Час Вот Видите Даже Вот Еще Шильда Франция Ну По идее Если Не Стоять Здесь Стра В этом Келе В этом Туда Этим Переходом Прошел И пошел Все Верно Нет Это Еще Не А35 Мы Еще До Него Не Доехали Мы Какими То Деревнями Едем В общем Дорога Широкая Но Здесь Вот Знаки Висят Здесь Грузовикам Транзит Запрещен С 10 Вечера До Шести Утра Сейчас Только 20 Минут Десятого У нас Это Не Касается Здесь Вот Она Такая Широкая Это Какая Т 10 83 Что Такая Вот Дорога Она Широкая Все Убейся Какая Ну Вот По ней Транзит Запрещен Мы Сейчас До 35 Тут Недалеко Осталось Получается Он 35 Он У нас Вот Там Проходит Он Возле Тех Город Чуть Проверим Закона Не нарушаем Значит Нужно Ехать Но Грузовиков Нет Вообще Нет Я Один Еду Ни Навстречу Ни Попутно Уже Недалече Осталось Какой-то Ремонт Вообще Какие-то Чигиря Согнали Ну а 35 Вот На Правую Показатель Через 100 метров Въедете на Дорогу С Друговым Движением А затем С Использу Второй Въезд Второй Нельзя Главное Что Обе Уводят Туда На Второй Второй Да-да Измените Нашу Второй Узна Грузовым Запрещено Куда Выходи Шли Поехал Вообще 35 Автобан Вот Я уже Ехал Видел У вас Права Мы Сейчас Пересекать Будем По Прямой Просто Было Проще На него Попасть По Прямой Нельзя Запрещено Надо Туда Сюда Покататься Е-мое Прощуп Тайна Был Там Страсбурге Под 6 Тон Проехаться И Спокойно После Страсбурга Выскакиваешь На Автобан И Катишь Сейчас Катай С этими Чигирями Туда Сюда Вон Он Впереди Уже Видим Мы Сейчас Через Него Переедем Поедем На Кольцер Развернемся Лега Потом На Это Вот Автобан Бесплатный Этот Здесь Бесплатный Пойдет Немножко Дальше Это Они Объезд Сюда Устроили Там Ремонт Какой-то Проверь Я ехал Недавно Вернее Там Как бы Был Выезд На Автобан Но Там Они Все Перекрыли И Ремонт Кричат Нельзя Там Ездить Приходится Вот Так Ура Лесит Здесь По Французским Националкам В нем Не Одному Я смотрю Вот Пересекаем Мы Его Да Так Точно Никакого Времени Никуда Не хватит Доехать Если бы Знал Что Такая Фигня Будет Подшестой На Туре Поехал В Страсбурге Там Совсем Чуть Чуть Проехать По Тому Страсбургу И Все И Выскакиваешь И Пошел Четвертый Съезд Вот Налево Надо Повернуть Готовьтесь Через 800 Метров Въехать На Дару С Друговым Движением Друговым Не Видно Видно Серьезная Серьезная Да, автомат. Кальмар. Дальня выключить. Ну, добро. Съедем, используя четвертый съезд. Вот, какой кузнечик пролетел. Вам не видно, на водковике у меня прям ползет. Не знаю, сейчас там вам видно будет, не видно. Здоровый-здоровый. И вряд ли вам будет видно. Что это? Полз. Это же не кузнечик, а саранчу похоже. Прогите 2 километра. Что-то спереди сверкает. Гроза, что ли? Что, поедем в Лион? К пассажирам поедешь? Поехали, что? Отвезутся. Там цикад много. Ближе к Марселю там сойдешь. Там твоих друзей много. Там они стрекочут, все песни поют. Вам не видать, он ползает по стеклу лобовому. С той стороны. Сейчас дует, наверное, ветром. Здесь 800 метров. И сечет дорогу, уступав в движение. Пока сидит. Даже интересно. Французский кузнечик путешествует на российской машине. Вот видите, люди даже здесь паузу делают на немецких номерах. Через 100 метров. Песните дорогу с круговым движением. Съедьте, используя второй съезд. Используйте второй съезд. Кулометр. Все, не ползет. Я думал, улетел. Готовьтесь через 850 метров. Держаться правее. Гуляет по этому. По стеклу, как по Бродвею. Красавчик. Ну а теперь мы наконец-то все-таки действительно уже выбрались. Сэнди, кальмар направо. Уходим. Вот сюда. Через 100 метров. Сдержитесь. Ура! Наконец-то. Поеттили 59 метров. Спасибо, Маша Джан. Поехали. Пора едем. Ну там сверкает. но нам правее надо стороной пойдет может давай месье дари на педаль куда и поехали уже автобан уже можно разовать сейчас проверим как наша карта дкв работает не работает вот первая платежка 1020 здесь нужно заплатить это уже 36 автобан же сюда сторону лиона е100 не катит дкв должна работать под телепасту к не лезть вот видите он человек уже на что-то у него не срабатывает получается продолжает движение что-то у поляка не срабатывает так наша дкв ой так какую-то страну все поднялся все отлично забираем чек чтоб баум поднялся все супер поехали поляк что-то моргает что-то у него не сработало там под телепат залез следующая платежка у нас будет мы там возьмем текет и до самого лиона будем катить там в лионе на объездной сколько там 100 100 с копейками заплатим вот и ночь к пролетела как фанера над парижем 2 километра и мы отработали время без пятнадцати шесть честно скажу последние часа полтора были довольно напряженные в плане борьбы со сном 15 6 еще темно только-только-только вот если посмотреть стороны начинает цветать все сейчас сюда заходим на эту заправку через 1 километр съедите с авто в Израиле ооо как Маша там чалдонит с утра пораньше посмотрим не знаю 9 или 11 часов будем стоять в общем-то у меня отсюда до Барселоны 480 километров если я в 6 получается и остановлюсь если 11 часов то в 5 вечера выезжать как бы наверное уже поздновато наверное сегодня мы отстаем девятку сегодня мы отстаем девятку там уже будем смотреть 10 метров плавно повернуть направо так куда тут ехать ну все понятно направо грузовиком нельзя тут как где-то возле заправки платно так бесплатно затем прибудете в конечный пункт я даже и не знаю куда мне тут так паркинг грузовиков налево и паркинг грузовиков направо а нет это заправка для грузовиков паркинг грузовиков налево да 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 это заправка так вот паркинг направо сейчас день стоять то не обязательно и на платную сканайс стилю платно бесплатно распись по кругу изменение машины на следующем повороте налево так и так французов как всегда туда-сюда 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 тут у них накручено наверчено так с АДРом паркинг направо налево у нас не АДР поэтому в следующем повороте главное поверните направо через 280 метров поверните направо вот тут вот где-нибудь и станем видите уже святая этот день стоять без разницы тут можно спокойно я думаю тут стать и дальше проехать а вот мы здесь вот возле этих а хотел возле деревьев деревьев стать маленькая стоит вот сюда туда сейчас залезем вот так вот аккуратненько а нет наверное не залезем не влажу не влажу или влажу не могу понять прохожу я там или нет не вижу зеркало прохожу нормально еще раз глянем еще раз глянем да влазим хорошо без проблем слева тоже прошли и справа прошли все красиво надо подравняться наверное да чтоб аккуратненько все было да это ну все значит тут 650 из 10 5 получается без 10 6 из 10 6 так . страна завершения францию сейчас найдем а перемотает все вроде в порядке мазать фарерские острова фенляндия франция окей все пошли спать из 10 6 наверно все таки девятку сегодня от стоим в три часа выйдем это получается 500 круглых километров где-то сам к 12 приедем в барселону может раньше по идее раньше должны приедем в барселону это можно вот туда 9 часов отстоять наверно так и сделаем но сейчас все мы вон туда ну а а а и и и и и и и Продолжение следует...